Добрый день! Мы будем определяться по территориям. Если вы сами не можете это сделать, значит мы это будем делать за вами. И штрафные санкции будут сильнее наказание за данным реалитетом. Стало заметно чище. Муниципальные инспекторы отправились в рейд по торговым точкам, чтобы выяснить, наведен ли порядок на прилегающих к магазинам территориях. Мы прикладываем для этого массу усилий, чтобы совершенно другое было образовательное пространство. Учеба с комфортом. В регионе продолжается реализация окружной программы реновации учебных заведений. Я буду знать свое дело и я буду помогать всем. Талантливым школьникам Ямала помогут получить медицинское образование. В округе начался прием документов на целевое обучение в медицинских вузах. Безусловно, округ делает достаточно много для того, чтобы организовать, но если мы говорим о безопасности, достаточно много. В соответствии с требованиями в Новом Рингое проходят мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях. Детские пришкольные лагеря продолжают свою работу. С проверкой качества питания комиссия отправилась в школу номер пять. Дмитрий Артюхов На этом рабочие поездки главы региона не закончились. 10 июня в Москве состоялась встреча Дмитрия Артюхова и министра экономического развития России Максима Решетникова. На ней обсудили реализацию в округе крупных инфраструктурных проектов и поддержку предпринимателей. На встрече шла речь также о социально-экономическом развитии округа. Глава региона отметил, несмотря на сложности, связанные с пандемией, ситуация на Ямале стабильная. Продолжается реализация крупных промышленных проектов. По итогам прошлого года на 15% вырос уровень инвестиций в основной капитал. Самым низким среди регионов остается и уровень бедности. У предпринимателей, которые работают на дому, есть отличный шанс расширить возможности своего бизнеса. В городской администрации принимают заявки на получение грантов. Денежную выплату смогут получить предприниматели и самозанятые люди. Не более 500 тысяч рублей для предпринимателей, которые зарегистрированы не больше одного года. Что касается людей, которые работают на дому, выплата составит 100 тысяч рублей. Потратить деньги можно на покупку оборудования, мебели, материалов и инвентаря. Либо направить их на профподготовку. Всего на гранты выделили около 6 миллионов рублей из окружного и местного бюджетов. Заявки принимаются до конца октября этого года. По перечню документов и всем необходимым знакомиться с условиями подачи заявок вы можете на сайте администрации города. А также позвонив в департамент экономики администрации по телефону 94-78-22. Газпром Добыча Ямбург добыла рекордный 6-ти триллионный кубометр газа. Историческое для общества достижение зафиксировано в производственно-диспетчерской службе компании. На сегодняшний день в фонде скважин предприятия более 2400 газовых и газоконденсатных скважин. Суммарная протяженность эксплуатируемых газопроводов-шлейфов превышает 2200 километров. Разработка Ямбургского и Заполярного месторождения ведется 19 установками комплексной подготовки газа. Школы должны быть комфортными и современными. Именно поэтому по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова был запущен проект реинновации учебных заведений, предусматривающий обновление и капитальный ремонт зданий, построенных в 80-90-х. В общем списке уже 58 учебных заведений округа, в их числе детские сады и школы Нового Рингоя. В одной из них сейчас проходит капитальный ремонт и обновление площадей. Туда отправилась наша съемочная группа. Вот так. Защитив руки строительными перчатками, а легкие респиратором, строители снимают старый слой штукатурки со стены аудитории в школе номер 7. Здесь начался первый этап реновации. Дан старт 1 июня. Все силы сейчас направлены на выполнение именно ремонта на третьем этаже. Вот учебный кабинет для того, чтобы к началу учебного года у нас дети зашли уже в новую школу после ремонта. Задача сделать классы просторнее. Для этого рабочие сносят старые деревянные перегородки, снимают напольное покрытие. Кроме того, в обязательном порядке необходимо заменить старую электропроводку, сантехнику, ветхие окна и двери. Чуть позже обновят и фасад здания. Уже выполнен определенный объем работ. То есть проведен демонтаж всей отопительной системы. И планируется на следующей неделе уже дальнейшая работа в этом направлении. Со следующей недели, как сказал подрядчик, погодные условия будут позволять для того, чтобы приступить к ремонтным работам кровли. Еще до начала ремонта руководство школы совместно с проектировщиками разработали дизайн, полностью меняющий формат не только классов, но и коридоров. Это будет зона, где дети смогут заниматься творчеством, где они смогут активно отдыхать во время, например, перемены. Или в вручное время это занятие, например, настольным теннисом. Сейчас идет дизайн, разработка именно этих зон. Местом отдыха с мягкой мебелью также станет кабинет технологии. На одной территории разместят зоны для проведения научных лекций, занятий по робототехнике и лабораторию для создания различных проектов. Изменится и библиотека. Здесь тоже мы подходили очень серьезно. Мы расширяем пространство библиотеки. То есть там будут зоны определенные, которые позволят детям не только заниматься чтением, а заниматься творчеством, отдыхать. В общем, сделают все, чтобы детям было комфортно получать знания. Ко второму этапу реновации приступят летом 2022-го. В него входит ремонт двух оставшихся этажей. В этом же году в программу реновации попали 10 школ и детских садов города. Мария Бохова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Впервые ямальские школьники смогут принять участие во всероссийском празднике выпускников «Аллы паруса», который состоится 25 июня в Санкт-Петербурге. Инициативу поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с целью поощрения талантливой молодежи. На зрелищное событие отправятся финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призеры Олимпиад, отличники учебы, победители интеллектуальных и творческих конкурсов всероссийского и международного уровней. Отбор провели специальные комиссии департаментов образования. Пригласительные билеты получили 20 выпускников из всех муниципалитетов, в том числе четверо новаренгойцев. Это Юлия Кузнецова, Андрей Устамчук, Данил Сорокин и Рената Мансурова. После трагедии, произошедшей в Казанской школе, по всей стране начались массовые проверки мер безопасности в учебных заведениях. Специалисты выясняют, насколько учреждения готовы к экстренным ситуациям и оборудованы ли они всеми необходимыми техническими средствами. Именно эту тему обсудили в ходе круглого стола, который состоялся в городской администрации. Главный юрист Ямала Дмитрий Погорелый обсудил вопросы безопасности с представителями новаренгойских школ, департамента образования и депутатами. С подробностями Мария Бохуа. Согласно требованиям, каждая школа должна быть огорожена высоким забором и оснащена системой видеосвязи, чтобы на территорию не проник посторонний. Калитка пятой школы оборудована специальным магнитным замком. Ключи есть только у учеников и сотрудников учреждения. Чтобы попасть сюда простому человеку, нужно заранее договориться с руководством. Каждый, кто зашел в учреждение, обязательно должен пройти через арочный металлодетектор. Кроме этого, сразу на входе сидит охрана, которая проверяет все необходимые документы и не пропускает посторонних людей на территорию школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? Мы на съемке. Пожалуйста, предъявите документы. Да, конечно. Охрана также дополнительно проверяет металлоискателям сумку. Установлены здесь и турникеты. Через них ученики и учителя проходят с помощью индивидуальной именной электронной карты. Автоматически приложив ключ, на телевизоре появляется изображение того, кто зашел в школу. Все. Это все данные, все. Цифра. Три камеры на выход, три на вход. Камера фиксируется. Для чего? Если ребенок потерял электронный ключ, то посторонний воспользоваться не сможет. На табло отражается и общее количество людей, находящихся в здании. Еще один плюс данной программы в том, что родители знают, во сколько их ребенок вошел и вышел из учреждения. Система автоматически направляет СМС-оповещение. Мама, находясь на рабочем месте, она понимает промежуток времени для того, чтобы ребенок пришел домой, разделся и сел за стол. Там нужно, условно говоря, 15 минут. Она через 15 минут может позвонить домой и уже будет спокойно, если ребенок ответит. Места охранника и вахтера оборудованы кнопками экстренного вызова. Страж порядка в случае возникновения ЧП. На каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения. Система безопасности школы у нас, вы сами видели, состоит из двух уровней защиты. В основе положена система контроля управления доступом, электронный доступ. Система призвана обеспечить безопасность. Вопрос комплексной безопасности в школах поднимался в городской администрации. На совещании присутствовали главный юрист Ямала Дмитрий Погорелый, представитель губернатора Ямала Наталья Рябченко, начальник департамента образования Марина Авакумова и директора учебных заведений. Мы обсуждали вопросы безопасности. Мы будем говорить комплексной безопасности, потому что это и безопасность доступа в образовательную организацию, безопасность питания, безопасность предоставления услуг. Сегодня фактически организация, которая имеет право предоставлять услуги, любая, даже не находящаяся в нашем городе, ну, коль мы говорим про наше учреждение, имеет право заявиться и путем понижения темпингования цен выиграть конкурс. И не всегда эти услуги оказываются очень качественны. И ответственность в этом лежит на образовательной организации. Чтобы за качество отвечали компании, предоставляющие услуги муниципальным и государственным организациям, необходимо внести поправки в федеральный закон. Сегодня на совещании обсуждался практический опыт. Как раз-то еще раз коллеги подтвердили о том, что действительно требования 44-го федерального закона ограничивают возможности по-другому размещать государственный заказ. И я считаю, что путем внесения изменений в закон об образовании и возвращения Росгвардии, то есть профессиональных уже специалистов, которые действительно давали присягу и защищать людей ценой собственной жизни, как раз-то позволят обеспечить безопасность детей в таких образовательных организациях. По мнению главного юриста Ямала, для того, чтобы ситуация улучшилась, необходимо разработать единый контракт, который будет учитывать все особенности услуг по оказанию безопасности в образовательных учреждениях. Мария Бохуа, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс». Талантливым школьникам Ямала помогут получить медицинское образование. В округе начался прием документов на целевое обучение в медвузах. В этом году направления предусмотрены для 40 абитуриентов и 24 ординаторов. Такое обучение гарантирует студенту стопроцентное трудоустройство. После получения диплома молодому врачу предстоит в течение пяти лет отработать в выбранной больнице или поликлинике. Как реализует программу целевой подготовки кадров на Уренгойская больница в нашем следующем материале. Смотрит глазками, плачет, требует кушать. Все, что на сегодняшний день полагается делать, оно все делает сама, кроме еды. Пока кушать мы не кушаем, потому что у нас на сегодняшний день сроки статусы 34 недельки. Сотрудники отделения патологии новорожденных и недоношенных детей проводят небольшую экскурсию для своей будущей коллеги. Показывают палаты, рассказывают о малышах, которые под их присмотром растут и набирают вес. Дарья Бойко намерена стать педиатром. И ее интересует все, что связано с лечением маленьких пациентов. С профессией определилась давно. Теперь намерена воспользоваться программой целевого обучения, которая действует на Ямале для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной. Я узнала, что есть такое целевое направление и подала сюда документы. Пугают трудности всех абсолютно, но нужно относиться к этому спокойнее, потому что я буду знать свое дело и я буду помогать всем. Первые врачи – онколог и уролог, окончившие вуз по программе целевого обучения, пришли работать в Новую Уренгойскую больницу в 2017 году. И практика эта продолжается. Сегодня в медучреждениях города трудится 27 специалистов-целевиков и 7 ординаторов. Ребята местные все, которые возвращаются после учебы. Им гарантируется трудоустройство. На практику они ездят и оплачивают в больнице дорогу туда-обратно. И, соответственно, мы за это же время сможем присмотреться к нашим будущим сотрудникам. Им будет проще приехать на работу. Как таковое уже наставничество начинается с момента приезда их на практику. У нас вышли на работу узкие специалисты-дефтезиаторы, урологы за прошлые годы. В этом году мы ожидаем приезд врача-генатолога, крайнюю специальность, и врача-кардиолога. Также продолжает сейчас учебу врач-терапевт. Рентгенолог Светлана Боричева, родом из Муравленка, тоже окончила медвуз по целевому направлению. После учебы приехала трудиться в Новый Уренго и нисколько об этом не пожалела. Здесь достойные условия труда, соцпакет, перспектива профессионального роста. Сейчас под руководством наставников осваивает аппарат МРТ. Когда уже начался конкурс в Тюмени, когда все подавали документы, на тот период я уже знала, что меня уже приняли. То есть конкурс от ЕНАУ, он проходит раньше, чем конкурс от самого ВУЗа. То есть я уже приехала, я подала документы, и я уже точно знала, что я поступила. Тот же самый ЕГЭ, те же самые баллы набираешь. Просто у тебя конкурс между тем количеством учеников, которые вот эти документы туда подали. Создавать условия для того, чтобы молодые ямальцы после обучения возвращались в округ, такую задачу поставил губернатор Дмитрий Артюхов. С января нынешнего года главой региона принято решение выплачивать именные стипендии будущим врачам, которые обучаются по целевым направлениям. На такую поддержку могут рассчитывать студенты пятых-шестых курсов и ординаторы, усваивающие программу на хорошо и отлично. Получателями стипендий уже стали 53 ямальца. Для тех, кто только намерен заключить договор о целевом обучении, необходимо до 1 июля обратиться в центральную городскую больницу. Людмила Завгородняя, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс». За один день в Новом Уренгое высадили почти полторы сотни деревьев. Так, около нового здания военно-патриотического центра в микрорайоне строителей появился сад памяти. В акции участвовали представители городской администрации, волонтеры и просто неравнодушные люди. Мы, так сказать, озеленяем нашу планету и делаем ее лучше. То есть, так сказать, защищаем, помогаем природе расти. Также мы участвуем в различных акциях, таких как уборка мусора, что также является важным в сохранении экологической безопасности и чистоты. Поэтому я считаю, что любая помощь природе очень важна и нужна, и полезна. А волонтеры проекта «Будущее Арктики» во Всемирный день окружающей среды вышли на борьбу с мусором. После зимы лесополоса вдоль реки на улице Набережная в буквальном смысле оказалась заваленной старыми покрышками и строительными отходами. Добровольцы запаслись мешками и отправились в бой. Это старая лыжная трасса, на которой жители города проводят очень большую часть времени и зимой, и в летний период. Гуляют с собаками, занимаются спортом. Призываю, чтобы наши граждане были более благосклонны к нашей природе, которая очень хрупка. И при выходе на природу забирали мусор с собой. Потому что весь этот мусор – это не только тот, который летит с мусорных баков с нашего города, но и тот, который оставили здесь после своего отдыха. Сотрудники муниципальной инспекции провели рейд по проверке территории крупных торговых центров города. В мае торговым точкам было выдано 11 предписаний с требованием устранить нарушение правил благоустройства. Специалисты отмечают, состояние прилегающих к магазинам участков заметно улучшилось. Видно, что проведены субботники. Между тем, замечания еще остались. Подробнее обо всем в сюжете Алены Ядни. Вы соберитесь, пожалуйста, со всеми представителями, которые здесь находятся. Пообщайтесь. Красоту мы должны поддерживать в городе Новый Уренгой. Я сейчас этим вопросом тоже займусь. Я позвоню непосредственно хозяину этого здания. И будем мы разбираться уже со всеми с вами. Мешки с мусором, картонные коробки, фантики – это территория бывшего торгового центра «Виктория». Найти владельца стихийной свалки непросто. Арендаторы не признаются, кому принадлежат отходы, перекладывая ответственность друг на друга. Муниципальный инспектор намерен обратиться к хозяину здания, чтобы вместе с ним разобраться, кто и за какой участок территории в ответе. Он считает, ситуация небезнадежна. Устные предупреждения и предписания дают плоды. Следующий рейд эту торговую точку проверят снова. Когда у нас уходил изначально снег, резко, да, таяние произошло снега, мусора намного больше было, и как бы неаккуратно все выглядело, и неприятно. Так же, как и для жителей города, так же и как для самих зданий торговых центров. На сегодняшний день у нас актуальная проблема решена по благоустройству территорий именно торговых центров. За май муниципальная инспекция выписала 11 предписаний, провела сотню бесед. Результат очевиден. К примеру, территория у торгового центра «Белые ночи», к которой у горожан было много претензий, совершенно преобразилась. Дворники выметают даже мелкий мусор. Сетевой гипермаркет, расположенный в этом здании, обещает соблюдать порядок. Сейчас на данный момент ситуацию стабилизируют, в принципе, порядок, где они не поддерживают. Проинспектировали специалисты самые проблемные места. Те, на которые массово жалуются новоуренгойцы. Вот территорию монетки в микрорайоне «Юбилейный». Первое, что бросается в глаза – окурки, пустые бутылки, фантики. В магазине уверяют – уборку делают постоянно. В неделю два раза убираем обычно. По возможности, потому что персонала не хватает. Единственное, только вот это замечание и стекло убрать. В первую очередь, сейчас взять и убрать стекло, потому что у вас детская площадка рядом. Не дай бог, ребенок упадет, повредится и будет не очень плохо всем. Так, в принципе, нормально, молодцы. Уберем? Все, вопросов можно. Я считаю, что это зависит не только от, так скажем, от торговых центров и каких-то отдельных стоящих магазинов. Это еще зависит от граждан, которые у нас любят выйти, мусор выкинуть, фантик выкинули, под пачкой сигарет тоже выкинули. Это везде так происходит, особенно при домовых территориях. Мы видим, что иногда даже бутылки кидаются. Но этими вопросами мы тоже занимаемся. За антисанитарию на прилегающей территории ряд торговых точек в мае поплатили штрафом. Но главная цель подобных рейдов – конструктивный диалог. Ведь чистота и порядок в городе – это ответственность каждого. Алена Ядня, Виктор Ятленко, служба новостей «Импульс». У выпускников продолжается пора экзаменов. На минувшей неделе ЕГЭ по математике профильного уровня написали и новоуренгойцы. Сдавали экзамен не все, а только те, кому этот предмет необходим для поступления в ВУЗы. Всего в Новом Уренгое работало 5 пунктов, включая район Карачаева. Сдавать математику пришли более 400 человек. Продолжение темы в сюжете. В новоуренгойской гимназии оживленно впереди очередное испытание. Выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по профильной математике. Как известно, все гаджеты под запретом. А это значит, что каждый выпускник проходит предэкзаменационный досмотр. Когда все этапы проверки пройдены, выпускники отправляются в аудитории. Ровно в 10 начинается экзамен. Как и раньше, ЕГЭ по математике проходит 3 часа 55 минут. В этом году предмет сдают 411 школьников, включая учащихся районов Карачаева и Лимбияха. Вначале небольшой инструктаж. Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены с экзамена. ЕГЭ по математике профильного уровня – один из самых сложных экзаменов. Сдают его только те выпускники, которые планируют поступать на специальность, где без математики никак. Хорошая подготовка к итоговым испытаниям дает свои плоды. Уже через полтора часа из аудитории начинают выходить выпускники. Первая часть была очень легкой, вторая часть была сложнее. То есть, кто учился в школе, тот сдаст. Кто сидел просто так, ничего не делал, тот не сдаст. Мне было легко сначала, потом тяжелее. И я, думаю, ждала. А как готовились? Сама. Вебинары, курсы, репетиторы. Основные экзамены позади. Теперь выпускникам предстоит сдать предметы на выбор. Это история, физика, общество знаний, иностранный язык письменно и устно и информатика. Мария Федорчук, Павел Михайловский. Служба новостей «Импульс». 5 июня произошел пожар в дачном товариществе «Удача». Горел двухэтажный дом с баней. Из-за сильного ветра была угроза возгорания стоящих рядом объектов. Но пожарным, которые прибыли на место ЧП, удалось это предотвратить и защитить другие дома. В тушение принимали участие 19 спасателей и 7 единиц спецтехники МЧС. Пострадали два человека. По предварительным данным, мужчина и женщина самостоятельно обратились к медикам, которые находились на месте происшествия. Им назначено амбулаторное лечение. Огнем поврежден дом на площади 100 квадратов. Причина пожара устанавливается. С песнями и плясками, невзирая на снег и ветер, новорингойцы встретили Сабантуй. Этот праздник тюркских народов давно пришелся по душе горожанам. В традиционно обставленной юрте гостей угощали чакчаком, бешбармаком и другими блюдами национальной кухни. Побывали здесь и глава города Андрей Воронов с представителем губернатора Натальей Рявченко. Состязания на скорость и силу, мастер-классы по изготовлению оберегов, интеллектуальная викторина и, конечно, танцы под национальную музыку. Представители татарской и башкирской диаспор с удовольствием знакомили жителей города со своей культурой и традициями. Мы дружная компания, у нас каждое мероприятие проходит, вот именно наши команды, у нас творческий коллектив свой. Стараемся участвовать и всегда участвуем обязательно. Стараемся соблюсти все традиции башкирского, татарского народа и мы везде пытаемся участвовать. Мы хотим подрастающему поколению показать и оставить после себя вот эти традиции. Ах, душа моя, душа моя, били депо, ешь 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 душа моя. Впервые Ямал присоединился к зеленому марафону Сбера. Дистанции преодолевали жители Нового Рингоя на площадке Виадук. Спортивный праздник прошел в 180 городах России. Организаторы марафона решили убить двух зайцев сразу, популяризировать здоровый образ жизни и сделать благое дело – озеленить планету. Кроме того, на площадке Виадук дали старт летним оздоровительным зарядкам. Новый рингойцев приглашают каждую субботу и воскресенье в 10 часов утра на тренировку под руководством профессионалов. Комплекс упражнений подобран таким образом, чтобы его было комфортно выполнять людям любого возраста. Первая зарядка прошла массово, людей собралось много, несмотря на штормовой ветер. Пришел взбодриться с утра и глава города Андрей Воронов. Понятно, сегодня с погодой не так повезло, но зато повезло нам с людьми. Люди есть, которые хочут не только пробежаться, сделать зарядку, но и поучаствовать в рамках зеленого марафона. Кто-то дерево садит, кто-то лишнюю бумажку подберет. Все на пользу. К вопросам благоустройства в районе Карачаева построят многофункциональную площадку под открытым небом. За объект проголосовало 4249 новорингойцев. Напомним, с 26 апреля по 30 мая горожане выбирали, какой из пяти объектов благоустроить в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот объект набрал наибольшее количество голосов. Пока территория выглядит невзрачно, но она преобразится. Здесь появятся детские игровые площадки и различные зоны отдыха. Переезд из аварийного жилья, конфликт интересов в бизнесе, оплата коммунальных услуг. С такими и не только вопросами новорингойцы обратились за юридической помощью к председателю регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрию Погорелому, который провел прием граждан. За помощью к нему обратились предприниматели и те, кого волнует переезд из аварийного жилья. Еще одна проблема – оплата коммунальных услуг в ведомственном жилье, которое не относится к бюджетной сфере. Там счета за ЖКУ приходят в несколько раз больше, чем собственникам и жильцам муниципального фонда за квартиры аналогичной площади. Причина такой финансовой несправедливости – ведомственное жилье не попадает под региональное субсидирование, в рамках которого ресурсоснабжающим организациям компенсируют разницу между экономически обоснованным тарифом для юридических лиц и тарифом, установленным в нашем округе для населения. Вопрос актуальный для 10 тысяч ямальцев, решается. Над ним работает все региональное отделение Ассоциации юристов России, рассказал нам Дмитрий Погорелый. Если вам нужна юридическая помощь, у нас здесь работает в Новом Уренгое местное отделение Ассоциации юристов, которые с удовольствием вам помогут в этом направлении. А я ваши координаты есть взял, я им передам и уже попрошу Наталью Александровну с вами связаться, и они уже подскажут, какое может быть заявление написать, как собрать собрание собственников жилья, и какие вопросы можно принять. Хорошо? Рабочая группа партийного проекта «Здоровое питание» проверила, чем кормят детей на пришкольных площадках. Депутаты, председатель городской думы Полина Шумова и представитель губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко начали ревизию со школ номер 5. Они оценили качество продуктов, технологию приготовления блюд и узнали мнение воспитанников лагеря. И, конечно, сами продегустировали детские обеды. На пришкольных площадках детвору и подростков не только развлекают, еще одна задача – оздоровление. И питание играет здесь серьезную роль. Поэтому в рационе должны быть не только полноценные по составу, сбалансированные для потребностей растущего организма горячие блюда, но и сезонные овощи и фрукты. Отдельное внимание ревизоры обращают во время своих визитов на сервировку столов и оформление блюд, а также на то, из чего они приготовлены – на сертификацию продуктов, соблюдение условий и срок хранения. В планах у рабочей группы «Единая Россия» провести проверки всех лагерей дневного пребывания в Новом Уренгое. Напомним, в этом году они открыты на базе четырех школ и одного детского сада. Проверили нам, и нам, и детям, как выяснилось, все понравилось. Кормят достаточно хорошо, съедается практически все. Ну а то, что не съедается – это, я так считаю, культура питания самих детей. Почти 50 новарингойцев нуждаются в помощи социальных работников. Людям с ограниченными возможностями здоровья нужна социализация, а пожилым горожанам – бытовой уход и общение. Посвящают себя этому сложному делу именно сотрудники Центра соцобслуживания. На прошлой неделе они отметили профессиональный праздник. Как прошел этот день в учреждении социального обслуживания, расскажет Алена Ядни. Утро, не повод сидеть дома, говорят соцработники. Сегодня они празднуют свой профессиональный праздник, и этот день начинают в зарядке. Теперь немножко с ножками поработаем. На 15-минутной гимнастике все – и подопечные Центра социального обслуживания, и соцработники. В честь праздника они проводят День открытых дверей и знакомят горожан с жизнью Центра. С распорядком дня и услугами рассказывают о рабочих местах и основных постулатах. Конечно, хотелось бы, чтобы больше шло по нашему направлению молодых специалистов. Потому что не каждый пойдет в нашу профессию. Это действительно тяжело, это требует определенного набора качеств. Таких, как организованность, стрессоустойчивость, исполнительность. И, конечно, людям, идущим в эту профессию, важно иметь большое сердце и широкую душу. Светлана Самсонова в этой сфере 11 лет. Уверена, людям, нуждающимся в помощи, больше всего необходима любовь, забота и общение. Они творят чудеса. Мы проводим с ними и спортивные занятия, и развлекательные, и занимаемся декоративно-прикладным творчеством. По образованию девушка учитель начальных классов, однако, выбрала другой путь. Работу в Центре соцобслуживания считает делом своей жизни. Вот сюда нам, короче, ставь на одну шушку. На одну, на одну, вот ставь. С Давидом Светлана занимается три года. За это время парень стал еще любознательней и уверенней в себе. Научился петь и завел очень много друзей. Они ведь общаются тут. У них, понимаете, своя атмосфера вот эта. Они как друг друга понимают. Они что-то там общаются, они чем-то там обмениваются. Он бежит. Я пошел к друзьям, к своим друзьям, мальчикам и девочкам. В это заведение приходят не только люди с ограниченными возможностями, но и пожилые горожане. Они здесь занимаются спортом, находят хобби и общаются с ровесниками. Сегодня коллекция подделок этих дам пополнится подсвечниками собственного производства. Мы потом будем фантазировать все вместе. Да, срезайте. И сейчас у нас получатся вот такие красивые, замечательные подделки. Не обошлось и без кислородных коктейлей. Вкусное и полезное лакомство. Этот напиток насыщает организм кислородом. Как разогревающий. Сегодня в помощи этого центра нуждается порядка 50 взрослых новоуренгойцев. Это и пожилые люди, и с ограниченными возможностями здоровья. И тем, кому уход требуется на дому. Они не социализированы, не самостоятельны и так далее. Естественно, им нужны такие центры. И есть еще и такая тенденция, что таких людей каждый год прибывает. То есть количество людей с ограниченными возможностями увеличивается. Соответственно, естественно, в этом потребность есть. И я считаю, что этому нужно уделять большое внимание, потому что эти люди тоже часть общества. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более полумиллиона социальных работников. Все они помогают жить. И главное, радоваться жизни 10 миллионам россиян, нуждающимся в помощи. Алена Ядня, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс». Пожароопасный сезон начался. Жечь мусор на своих участках, жарить шашлыки и гулять в тундре пока еще можно. Но только с соблюдением всех требований пожарной безопасности. А когда объявят особый противопожарный режим, все это будет запрещено. Чтобы не допустить печальных последствий, инспекторы по пожарному надзору отправляются в дачные кооперативы, где в очередной раз напоминают жильцам требования пожарной безопасности. Подробности далее. Инспекторы по пожарному надзору отправляются в рейд на дачи. Именно на участках за городом чаще всего возникают возгорания. Пожароопасный период уже наступил. А это значит, что относиться к природе необходимо с особым вниманием. Вот здесь памятку мы специально подготовили. Здесь как раз таки внимание. В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса и все меры безопасности. Все это внимательно прочитайте, если ознакомитесь. И что делать в случае возникновения очага. Сейчас, отмечают специалисты, самое время задуматься о наведении порядка на своих участках. Мусор пока еще можно сжечь, но только с соблюдением всех требований. Например, в специально вырытом котловане или в бочке вдали от дома и деревьев. Под рукой должны быть огнетушитель или лопата и песок. Необходимо также учесть, должно быть безветренно. Самое главное выбрать вот это безопасное расстояние. Это 50 метров от жилых зданий, общие от любых строений, от ларьков, от бани, от построек каких бы то ни было. Это 30 метров от деревьев, 100 метров от хвойных деревьев. Это обязательно должна быть выкопанная яма, размером диаметра полтора метра, глубиной 30 сантиметров. Мы все понимаем, что соблюсти именно такие требования, расстояние 50 метров, 100 метров, не всегда удается. В этом случае можно использовать металлическую емкость, бочку, которая должна обязательно закрываться. Во время особого противопожарного режима все это будет запрещено. На своих участках нельзя будет даже жарить шашлыки. Запретят выходить в тундру. А если случится пожар, виновные понесут административную и даже уголовную ответственность. К счастью, новоуренгойцы относятся к этому серьезно. Шашлыки иногда жарим. Так невозможно, чтобы шашлыки не жарились. Но на мангале, не на земле, чтобы что-то. Ветер унес и пожар. Мусор вывозят. Ничего не сжигаем. Соблюдаем чистоту. В этом году уже было зафиксировано 14 пожаров в жилых домах. Еще 4 пожара в банях и саунах. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мария Федорчук, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс». В Ноябрьске состоялся самый масштабный на Ямале первый образовательный форум молодых деятелей культуры и искусства «Пикник». Сотни творческих молодых людей с разными увлечениями съехались из городов Ямала, Югры и Юго-Тюменской области. Цель – обменяться опытом, получить новые знания, принять участие в различных мастер-классах от лучших коучей страны по направлениям. Дизайн, современный театр, современное музыкальное искусство, современная и эстрадная хореография. По итогу образовательной программы самым креативным участникам вручили денежные гранты. От Нового Рингоя туда отправились два человека. Один из них – профессиональный музыкант, артист городского дворца культуры «Октябрь» Данила Степанов. Это были какие-то сумасшедшие коллаборации между участниками форума. Наше направление, конкретно наш трек назывался «Современное музыкальное искусство». И на протяжении трех дней мы прокачивали навыки написания музыки, написания слов, текста для песен. И, собственно говоря, результатом наших трехдневной работы стала презентация гимна, пикника самого форума. Подведены итоги муниципальных конкурсов «Уголок здоровья-2021» среди общеобразовательных учреждений и лучшая сервировка стола среди детских садов в рамках регионального проекта «Единая Россия. Здоровое питание». Конкурсы проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, в том числе через воспитание культуры еды среди подрастающего поколения. Лучшими признаны уголки здоровья в школах номер 4, 12 и «Земля родная». В сервировке стола отмечены детские сады «Метелица», «Руслан» и «Солнышко». Родителям этих дошколят можно не переживать за аппетит своих детей и культуру обслуживания во время приема пищи. Оценивание по конкурсам проводилось по следующим критериям. Это учет возрастных особенностей, правила сервировки стола, эстетичность, оригинальность, творческая индивидуальность, декоративные элементы, присутствующие в оформлении блюд. И, естественно, сформированность навыков культуры еды у детей. Новорингойские фотохудожники присоединились к окружной акции «Ямал гордится», приуроченной ко дню медицинского работника. Красивые фото вместе с яркими и незабываемыми эмоциями по задумке организаторов проекта должны стать своеобразной благодарностью героям в белых халатах. Планируется, что тематическая выставка будет оформлена накануне профессионального праздника в городской больнице. Эмоции врачей в сюжете Галины Гладких. Здесь стоят магазины с бумагой, она, соответственно, берет определенный метраж и засвечивает фотографии. Сейчас вот как старые добрые с пленки проявляли. Вот, собственно, сейчас здесь она засвечивает, здесь она промывается в реагентах, проявляется, отбеливается и, соответственно, завершает. Стадия высушивается и сейчас мы ее здесь обнаружим. Вот, собственно, вот конечный результат, который мы в итоге получили. На фото врач-рентгенолог Новоуренгойской больницы Алексей Иванов. За вклад в борьбу с коронавирусом он был награжден почетной грамотой президента России. А это уже кадры с фотосъемки, на которую Алексея пригласили вместе с коллегами. Эти люди – настоящие герои. Именно они выхаживали своих пациентов, буквально возвращая с того света. Место было ограничено, палаты были достаточно маленькие. Приходили с больных на обследование и вообще, то есть, госпитализировать их, выносить их на руках практически в палаты. Переворачивать их регулярно по часам на живот. Вот, мы справились, мы сделали это. Страх, возможно, за пациентов был. Потому что больные тяжелые нуждаются в серьезном лечении. И так как мы психиатры, мы особо никогда не сталкиваемся с лечением инстинкционных заболеваний. Только из-за этого полстраха. Мы же втянулись, привыкли. Потом никакого страха не было. Сегодня в честь медиков организационная суета, вспышки фотокамер и услуги визажиста. Привыкшие незаметно выполнять свой врачебный долг, под прицелом фотоаппарата немного теряются, а затем расцветают от внимания, которое вполне заслужено. После такого уже плодотворного рабочего дня до обеда, был такой плотный график, предложение пройти вот эту фотосессию. Ну, понятно, что морально все готовы, приехали по времени. Но когда оказалось, что он будет еще мастер, то так расслабиться на 15 минут, я в состоянии нирваны. К окружной акции «Ямал гордится», приуроченной ко дню медицинского работника, присоединились фотохудожники и предприниматели нового Уренкоя. Для них это возможность поблагодарить героев в белых халатах. Ведь к ним хоть раз в жизни обращался каждый. Для меня это в любом случае очень сильно почетно, потому что я имею возможность прикоснуться к такому большому проекту, который сделали специально для врачей. Это же очень здорово. Я думаю, что эти люди достойны гораздо большего внимания, чем даже все, что происходит сейчас. Предприниматель Максим Осабин, не раздумывая, присоединился к акции в поддержку врачей. В его фотостудии безвозмездно будут отпечатаны снимки. Именно они украсят тематическую выставку к профессиональному празднику всего медицинского сообщества. Думаю, что у каждого найдутся теплые слова в адрес наших врачей. Но прошлый год, год пандемии, показал наглядно, насколько важна их работа, насколько тяжела их работа. И на самом деле то, что мы сейчас делаем с фотографами, это, наверное, малая часть того, что мы вообще можем сделать для них. Закончив фотосессию, медики вновь поспешили к своим пациентам. На память об акции у каждого из них останутся красивые фото и незабываемые эмоции. Галина Гладких, Павел Михайловский, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». В преддверии дня медицинского работника в средней школе номер 5 состоялся окружной турнир по волейболу среди сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии. В нем приняли участие 4 команды из Нового Рингоя, Надыма, Нояберска и Салихарда. На протяжении трех сетов участники боролись за право возглавить пьедестал и получить главный приз – кубок. Традиционно с 2018 года это впервые прошел турнир среди филиалов Нового Рингоя и Надыма. Данный результат он показал положительную энергетику, положительное настроение. Прежде всего это для поддержания здорового духа и образа жизни. Во-вторых, молодежь, она за собой поведет. Следующие поколения с одной установкой, чтобы эта традиция укоренилась. Завершился турнир по мини-футболу на кубок главы Нового Рингоя среди мужских команд. Турнир стал уже традиционным и долгожданным событием в спортивной жизни города. С каждым годом он привлекает все больше участников и болельщиков. В этом году в соревнованиях приняли участие 10 команд. Победителем соревнований стала команда Североуральского Межрегионального управления охраны «Газпром». Отметим, Пальму первенства эта сборная удерживает на протяжении последних нескольких лет. Второе место у команды ЗПКТ, третье у Риэл. На этом все. Увидимся ровно через неделю в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова